В Китае стартовал первый фестиваль ярмарка «Сделано в России». В нем участвует более 130 отечественных производителей. Это как небольшие региональные, так и крупные компании. В течение недели жители провинции Ляунин знакомятся с российскими товарами, а также достижениями в культуре и спорте. Сам фестиваль приурочен к китайскому Новому году, который празднуется сегодня и открывает Перекрестный год культуры России и Китая. А вот так встречали жители Шаньяна нашу олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, амбассадора выставки «Сделано в России». Но кроме этого жители Поднебесной смогли уже увидеть выступления российских исполнителей, сделать матрешки, посетить мастер-классы по кжельской и хохломской росписи и продегустировать российские продукты. Всего на прилавках более 1500 видов продукции, от крабов и сладостей до водки и косметики. Организатором фестиваля ярмарки выступил российский экспортный центр. Мероприятие поддержало правительство России. В церемонии открытия принимал участие и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Вице-спикер в своем телеграм-канале также написал, что состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российским экспортным центром и департаментом коммерции провинции Ильянин. Это станет дополнительным фактором для расширения нашего экономического взаимодействия и создания разветвленной сети региональных партнерских связей. Напомню, что по итогам 2023 года торговый оборот между Россией и Китаем увеличился более чем на 26%, до 240 миллиардов долларов. Взаимный товарооборот между нашими странами продолжает наращиваться, и китайский Шаньян в эти дни открывает для себя новую продукцию российских производителей. Подробности мы сейчас выясним у генерального директора российского экспортного центра Вероники Никишиной. Вероника Олеговна, здравствуйте. Добрый день. Что Россия показывает и чем удивляет жителей Поднебесной? Россия для китайских потребителей, с одной стороны, является поставщиком известной индуклатуры товаров, таких как мясо, зерно, масло. С другой стороны, у нас есть большой ассортимент натуральных продуктов питания, косметики, которые неизвестны широкому китайскому покупателю. И поэтому сейчас на фестивале «Сделано в России», который является новым, уникальным абсолютно форматом, мы представляем продукцию 130 российских компаний из 30 регионов России. И в продажу уже поступили более полутора тысяч наименований экспортных брендов товаров. Это экологически чистое мороженое, это натуральные шоколадки, это вафли и конфеты, это соки из настоящих ягод и фруктов. Кроме того, уходовая косметика для лица и тела, средства для полости рта. То есть каждый потребитель может выбрать то, что подходит именно ему. И, конечно, это мясной ряд, будь то говядина, птица, краб, рыба. Вот 24 января Китай открыл для поставок на свой рынок свинину из России. Это тоже огромный экспортный потенциал, который мы будем показывать. То есть публика китайская очень требовательна к качеству и безопасности товаров, поэтому китайский потребитель делает выбор в пользу российской продукции агропромышленного комплекса. И российский экспортный центр для китайских покупателей и потребителей является очень важным партнером, который гарантирует, что продукция, которую мы показываем на фестивале, ярмарке, это настоящая российская продукция, потому что фактор фальсификации, фактор подделки, под российскую продукцию в Китае является очень актуальным. И поэтому мы не только удивляем сейчас потребителей в Китае, например, такими товарами, как трепанк в шоколаде, но мы расширяем их вкусовые предпочтения, знакомясь с новыми вкусами, которые они могут попробовать в рамках оффлайн-мероприятий, нашего фестиваля. И с другой стороны, мы действительно гарантируем качество и безопасность российской продукции. А были ли трудности в процессе подготовки и организации фестиваля-ярмарки? Ну, конечно, три месяца, всего три месяца от идеи до проведения такого масштабного мероприятия, это очень сложная задача. И благодаря тому, что она была полностью поддержана правительством Российской Федерации, благодаря огромной поддержке Министерства культуры, Министерства спорта, посольства Российской Федерации, посольства Китайской Народной Республики в Москве, Совета Федерации, только благодаря вот такой командной, слаженной работе мы смогли в рекордные сроки сделать масштабное мероприятие, аналогов которого не было. И я хочу поблагодарить от лица Российского экспортного центра Совет Федерации за оказанную поддержку. И, конечно, мощная информационная кампания фестиваля на всех уровнях обеспечила очень важный для нас интерес китайских потребителей и дистрибьюторов к российской продукции. Более полутора сотен компаний из Китая уже сейчас проявляют готовность провести переговоры с нашими предпринимателями. Такие переговоры уже начались и вот эта оставшаяся неделя ярмарки, которую мы планируем очень продуктивно посвятить именно бизнес-переговорам, это окно возможностей, которое является достаточно уникальным. И мы уверены, что и российские компании, и китайские потребители будут абсолютно довольны эффектами. А почему было принято решение о реализации товаров из нашей страны не только на ярмарке, но и в интернете? Что это за площадка? Наш фестиваль проходит в двух крупнейших городах провинции Ляунии, Тошиньян и Далянь, в двух крупнейших супермаркетах. И предусмотрено именно физическое посещение накануне китайского Нового года покупателями для того, чтобы в традиционном формате ознакомиться с продукцией и ее купить. Однако за последние годы значение электронной коммерции в Китае знаменно возросло. И поэтому мы подключаем к возможностям ознакомиться и купить российскую продукцию еще и так называемую виртуальную ярмарку. То есть мы за счет интернет-торговли получаем больший охват потребителей. И те, кто физически не сможет посетить мероприятия, находясь в других городах, покрытие нашего предложения российской продукции, это весь Китай, они смогут заказать российскую продукцию через торговые электронные площадки Китая. У нас есть такой формат, как национальный магазин российских товаров в китайском интернете. И порядка 20 таких точек в интернет-пространстве, которые имеют большое количество уже складов с завезенной российской продукцией. Поэтому покупатель из любого уголка Китая через интернет-магазин может, кликнув на кнопку и заказав российскую продукцию, получить ее в очень короткие сроки, сопоставимые с доставкой по территории Китая. А может ли эта история стать круглогодичной? Однозначно мы исходим из того, что различные форматы и объединяющие друг друга мероприятия по позиционированию российской продукции на рынке Китая, по ее покупке, по проведению деловых переговоров. Это будет круглогодичная история. Мы объединяем магазины с продукцией из России под зонтичным брендом, сделанным в России. Вот такая наша фирменная аптечка, как вы здесь видите, это наш логотип, который отмечает российскую продукцию под брендом, сделанная в России, как ту, которая может быть гарантирована китайским покупателям со всех сторон качества и безопасности. И таким образом этот зонтичный бренд позволяет и регионам войти в эту программу со своими региональными зонтичными брендами. И вот эта вся коллаборация различных форматов презентации российской продукции, это программа российского экспортного центра, сделанная в России, которая однозначно будет иметь круглогодичный характер. По результатам работы фестиваля-ярмарки, сделанной в России, будут подписываться договоры о кооперации или заключаться новые совместные контракты? Совершенно верно. Кроме непосредственно розничной продажи в период проведения самого фестиваля, у нас уже проходит большое количество B2B-встреч с китайскими дистрибьюторами. Интерес огромный, и мы ожидаем заключения контрактов на сумму около 2 миллиардов рублей. И это только наши самые скромные ожидания. Мы рассчитываем, что долгосрочное сотрудничество, которое завяжется на полях этой выставки, приведет к большему количеству контрактов. Кроме деловой части, предусмотрена ли культурная и спортивная программа фестиваля? И сколько вообще посетителей на фестиваль вы ожидаете? Мы по самым скромным нашим оценкам ожидаем около 3 миллионов человек, которые посетят непосредственно мероприятия в Даляне и в Шиньяне. И тот уникальный формат, который мы предлагаем, действительно подразумевает, и кроме деловой части, большую культурную программу, культурную и культурно-спортивную программу, мы предлагаем различные дегустационные кулинарные шоу от российских производителей и поваров, российских компаний, которые будут демонстрировать различные возможности блюд русской или китайской кухни, которые можно приготовить из российской продукции. Это фотозона в русском стиле. Можно будет принять участие в мастер-классах по традиционным российским промыслам, росписи, матрешек, кжель, хохлома. Можно изготовить куклу. Эти, кстати, мастер-классы уже сейчас пользуются огромным интересом у китайских посетителей. Можно насладиться классической русской музыкой и балетом. У нас участвуют регионы со своими коллективами, которые также знакомят с особенностями своих региональных культурных номеров. И также в рамках спортивного элемента нашей программы, например, в открытии фестиваля у нас приняла участие российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пекина 22-го года, чемпионка мира Анна Щербакова, которую очень любят в Китае. Я на российский амбассадор «Чистоты, силы духа и победы». И специально для гостей фестиваля, а также для тех, кто приобретает российские товары в национальных магазинах, сделанных в России, была организована автограф-сессия с Анной Щербаковой. Благодаря помощи и поддержке Министерства культуры мы завершаем наш фестиваль 4 февраля в городе Долянь большим галоконцертом артистов балета из России. Это такое грандиозное музыкальное сопровождение китайским симфоническим оркестром программы номеров, известных на весь мир балетных произведений, таких как «Балет «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Шахерезада», «Дон Кихот», где выступят артисты балета ведущих театров России, Мариинского театра, театра имени Леонида Яковсона, также выпускницы Академии русского балета имени Вагановой. То есть галоконцерт, в котором примут участие российские артисты балета под сопровождение китайского симфонического оркестра, это очень важный символ российско-китайской дружбы, сотрудничества, который фактически открывает год перекрестных культурных обменов России и Китая, который анонсирован в 2024 году. Таким образом, наш фестиваль – это действительно коллаборация всех сильных смыслов, которые представляет Россия. И экспортной продукции, и культуры, и спорта. И мы со всех сторон показываем тот правильный, позитивный образ России, который мы хотим, чтобы был правильно воспринят в Китае. Спасибо, Вероника Олеговна. О фестивале ярмарки «Сделано в России», который в эти дни проходит в Китае, мы говорили с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...